Он капитан дальнего плавания. Однажды спас иностранных моряков с тонущего корабля, за что получил медаль за спасение утопающих. Она общественная активистка, оба ветераны труда и оба сказали друг другу «да», когда сотрудница Первомайского ЗАГСа задала главный вопрос. Эта церемония не совсем традиционная, ведь свадьба-то золотая. Все друзья и родственники тоже здесь. Особенно переживает дочь Ольга. Она поделилась своими эмоциями со съемочной группой. Очень-очень волнуюсь, потому что очень люблю их бесконечно и благодарна за все, что они сделали для меня в жизни. Обожаю их, люблю. Ну, самые-самые теплые, искренние слова все для них, всю жизнь. Ровно 50 лет назад они уже входили в этот зал, и процедура вроде бы знакомая. Однако глаза выдают супругов, эмоции неподдельные. А вы, Евгения Ивановна, готовы ли вы вновь взять мужья этого самого сильного и надежного пещера? Уважаемые юбилеи, вы наша гордость. Собравшись вместе, мы с вами любовь, верность и сильную. Ваши имена заносятся в юбилейную книгу почета Первомайского района, в которой мы просим вас оставить свои подписи. Число, да? Не надо. Число стоит. И здесь, пожалуйста, и пишите. Короче, что вы можете помочь. Бонусом к золотой свадьбе сотрудники ЗАГСа записали драгоценную ячейку общества и юбилейную книгу почета Первомайского района. И вполне заслуженно. Ведь союз Четы Мироновых победил не только невзгоды, перемены и потрясения, но и само время. Стоит ли говорить, что золотые свадьбы в России сегодня играют нечасто? Вот теперь вот радость растет, внуки. Все хорошо, пусть и молодые также стараются, пусть живут, пусть терпят, пусть прощают и любят друг друга. Светлана Садова, Евгений Черомухин, Станислав Лазебный. Новости на восьмом.